Сказка не понравилась. А что тогда здорово? Что ты на перу покушал. Ну а сказка тебе чем не понравилась? Про твою картошку? Это мне не очень интересно. Про что же тебе интересно? Ну про другое. Про что про другое? Про любовь. Я и про любовь могу рассказывать. Правда? Конечно. Но то я и старый, мудрый дедушка. Видишь, спиду разогнуть не могу. Ура! А как она называться будет? Золотые руки. Здорово. Рассказывай. Золотые руки. Еще одна дедушкина сказка. Под восьмью одеялами. На восьми подушках. В большой кровати, в богатых покоях, лежит и посапывает во сне толстый-толстый царь. А это тот же самый царь или новый? Это тот же самый царь. И в этот раз ты его тоже разбудила. Царь отрывает голову от подушки, громко зевает, тянет руку к колокольчику и звонит. Тут же вбегает царский слуга, кланяется на ходу. Зови его! Зови хулигана! Зови, пока вы меня совсем не уварили! В царский покой робко входит лекарь. Ты что, за дверью стоял и послушал, как я сплю? Ждал, пока позовут, ваше величество. Ну и что? Дождался? Чего вас волнует, ваше величество? Сон не идет, вот что меня волнует. Пообедал макаронами по-флотски. Лег спать уже почти снится что-то и вдруг бах! Детский голос. И я просыпаюсь. В поту? В каком еще поту? Ну в холодном, например. Без всякого пота, просто так проснулся в кровати. Понятно. Что тебе понятно? Давай говори, дармоед. Ну, возможно это... Что? Кишки? Желудок? Сердце? Ну, возможно это думы. О продолжении царственного рода, так сказать. Чего? Что за вздор несешь? Да здесь меня вздумал. Царь скакивает и махает над головой подушкой, угрожающей наступая на лекаря. Лекарь пятится от царя и чуть не падает, но в последний момент его ловит царский слуга. Так ведь сами посудите, ваше величество, царская дочка, ваше величество, на выданье. Наследника нет. Я? Может быть, сам себе наследник? Сами-то вы сами, но внука бы вам. Ведь, ваше величество, лучше меня знаете. Вот вам и снятся детские голоса. Уж, конечно. Я лучше тебя знаю, болван. Говори, что делать надо. Ну, известно что. Надо царевну замуж выдать. Ух ты, сводник. И за кого же ты ее предлагаешь сосватать? Надо созвать соседских царевичей. Пусть попорятся за руку принцессы, а там уж кого она сама выберет. Мне еще не хватало. Нос не дорос выбирать. Без нее справлюсь. Подошел царь к зеркалу и с удовольствием посмотрел на свое отражение, словно не дочь сам уж выдает, а сам под венец собирается. Приказание отдает своему царскому слуге. Объявит, чтобы нынче же вечером собрались женихи. Цнатные, богатые, красивые. Поклонился царский слуга, хотел было броситься исполнять царские указы, но царь его движением руки остановил. Приказ ты полдня подать, царь-батюшка? Прикажу, да? Немножечко чего-нибудь чаю. Взглянул царь на свои праздничные штаны, которые на спинке кровати висят, да и махнул на них рукой. Взял доктора под руку и пошел чаевничать. Не понимаю. Давай объясню, пока царь чаевничает. Что не понимаешь? Как же гости так быстро соберутся? Это же стародавние времена, когда они телефонов. Правильно. Но царь был нетерпеливым и откладывать не хотел. Вот и смотри сама, что из этого получилось. Царь допил чай, мантию самую парадную натянул на плечи и в главном зале дворца на трон плюхнулся. Рядом с собой дочку посадил, позади себя лекаря и мудреца поставил и велит гостей запускать. Всех, кто приехал за царевну свататься. Верман вошел, высокий юноша в дорогих синих одеждах. Поклонился и речь молвил. Синий принц! Здравствуйте, ваше сиятельство. Я сын соседа вашего подводного царя. Как услышал, что вы дочку замуж выдаёте, так с первой же волной и прибыл. Уж не стоили этой волной, которая рыбацкую в деревне смыла. Царь-мудрецу! Погоди ты! Синему принцу! Вижу, что ты знатен, дружок. Вижу, что красив. А скажи, богат ли батюшка твой, царь подводный? Ещё как богат, ваше сиятельство. Корабли с золотом и другими товарами не счесть у нас на дне морском. А людей и того больше. Лекарь. А-а-а! Ох ведь! Были многие из этих кораблей раньше нашими. Ну, полчей! Тогда не спрашиваю. Я бы сразу за тебя дочку выдал, но надо и остальных претендентов выслушать. Слуги! Давай запускай, кто там следующий? Царевна. Эх, папочка! Цу! Дочка! Нафмурились от этого разговора мудрец царский и царский лекарь. А царевна погрустнела, так что, видать, и ей не люб синий принц вовсе. Входит в зал другой юноша, широкоплечий, в дорогих чёрных одеждах, кланяется и речь молвит «Чёрный принц». Здравствуйте, ваше сиятельство! Я сын соседа вашего, царя Гор. Донеслась до нас, что вы дочку замуж выдаёте. Я с первой жиловиной прибыл. Не стой ли лавиной, которая царскую лесопилку порушила? Перестань, перестань ворчать, ждите! Скажи, дорогой друг, богат ли твой батюшка? Очень богат, ваше сиятельство. Множество горных шахт, полных золота есть у нас. Всё надёжно камнями завалены. Нашими шахты ведь были, пока не завалило их. Ты не перебивай принца! Нравишься ты мне, приятель, бой, нравишься. Но я царь справедливый и всех должен выслушать. Запускай следующего! Курща прежнего нахмурились мудрец царский и царский лекарь. Царевна ничего не сказала, но ещё сильнее погрустнела. Кажется, вот-вот заплачет царское дитя. Это последний претендент будет! И хорошо! Побыстрее дело решим и ужинать! Входит в зал юноша и непонятную машину о двух колёсах рядом с собой ведёт. Планится царю и царевне и речь молвит. Юноша! Добрый вечер, царь-батюшка! Ой, Ванечка! Какой Ванечка? Ты же принц заграничный, так ли? Куда там, батюшка-царь? Я к кузнецу с сыном прихожусь, Никодиму. Услышал, что вы дочку замуж выдаёте. Сел на велосипед собственного изобретательства и помчался быстрее ветра. Решил вдруг мне посчастливиться царевну в жёны взять. Чем чёрт шут не шутит? Не то ли это новое чудо техники, которому весь город делится? Тихо ты! Так, о чём бишь мы? А вот. Что и богат, значит, твой батюшка? А тут же мы быть богатым. Живём скромно. Чем богаты, тем и рады. Вот царевне подарочек принёс. На счастье. Ваня достаёт из кармана подкову, подходит и кланяясь подносит царевне. Царевна заулыбалась и даже покраснела немножко. Мудрец тем временем незаметно улизнул из-за царской спины и принялся самым внимательным образом изучать велосипед. Подковка. Это никуда не годится. Отдай это мне. А сама иди руки вон мой. Изумительно. Это изумительно. И что мы с мылом? Царь у дочери подковы отнять пытается, а лекарь жестами и взгляд к царю показывает, что гости всё ещё здесь и царского решения ждут. Наконец царь понял, что одолеть дочку у него не получится. И успокоился. Так. Мне надо подумать, чтобы принять решение. Не могли бы мои дорогие принцы и ты, Ванюша, подождать немного в синях? Это оскорбительно, а я здесь не останусь. Это нелепо. Я сюда не в синях обиваться приехал. Ушли принцы из тронного зала, а вслед за ними царский слуга и Ваню выпроводил. А мудреца наоборот от велосипеда оттащил и к царю подвёл. Ну, лодыри, давайте подсказывайте, кого выбирать. Я Ванечку хочу. Да, может быть, царей мне самой выбрать. А я тогда зачем нужен? Нет, сами как-нибудь справимся. Ваше Величество, надо Ивана вашим зятем сделать. Да и что же, специально это мне. Назло говоришь? Он незнатный. Хватит того, что я знатная. Он? Да ты посмотри на двух других, на принцев. Они же красавцы по сравнению с ним. Это ты так говоришь, потому что у него кафтан дырявый и в копоти. Ой, слышать не хочу. У него ни кола, ни двора. Но у него золотые руки. Это ещё как. Не уж это правда. Вы же видели, Ваше Величество, какую он штуку смастерил. О нём будут вспоминать потомки. С ним будут сравнивать всех самых великих изобретателей будущего. Ужели из чистого золота руки-то? Это точно, царь-батюшка? У нас когда дверь просила? Тебя-то кто спрашивал? Хап от горшка два вершка. А уж того же. Если бы у нашего Ивана руки были бы золотые, разве же он бы мне об этом не сказал первым делом? Ванечка скромный. Ванечка, Ванечка, Ванечка! Заладила. Ладно, если руки из чистого золота, то пускай будет Ваня. Походу, золото-то, а? Да по самые плечи. Услышал этот царь, велел в тот же вечер свадьбу сыграть. И с тех пор всем хвастал, что у его зятя золотые руки. А на свадьбе и я был, лёд, пиво пил. Любишь ты, деда, покушать в гостях-то? Редактор субтитров А.Семкин